Продолжаем выпуск. Последние исследования показали в стране за пять лет количество семей, в которых появляется третий ребенок, увеличилось на 10%. Моя коллега Наталья Цопина о демографической ситуации в отдельно взятом регионе. Ночь не спали, самое время передохнуть, пока идут последние процедуры перед выпиской из роддома. Теперь уже многодетная мама Татьяна уверена, без помощи папы и бабушки не справилась бы. Первая беременность у меня протекала легче, я носила двойню, вынашивала двойню и мне было легко. Здесь у меня были две барышни на руках и мой принц. Мы все успевали сделать до 13 числа. 14 февраля родился Иван. Вес больше 4 килограммов, рост 57 сантиметров. Характер мужской. После того, как мы появились на свет, я сразу поняла, что это будет у меня сильный, уверенный в себе человек, потому что мы поплакали даже как-то по-мужски. Я слышала, как плачут девочки, я слышала, как плачут мальчики. Но здесь был определенный баритон. В августе 2016-го съемочная группа ОТС стала свидетелем рождения двух дочерей. Ровно через год Настя и Ксюша с родителями благодарили врачей. Теперь в областной роддом пришли в новом качестве, как старшие сестры. Девчонки выросли, они уже чего умеют? Как могут помочь? Так, я посмотрел, такой, они высоким, с петелькой поднимаются самостоятельно, почти, с бабушкиной помощью. Что там, аист? Аист. Аист – птица щедрая, принес братика. Благодаря высоким технологиям сестры уже видели Ваню в бабушкином телефоне. Теперь на мониторе, пока малыша готовят к выписке. Ксюша, Ксюша, смотри. Ксюша, Ксюша. В стране растет количество родителей, которые воспитывают несколько детей. Если, например, в 2000-м на двоих решались меньше 30% семей, то уже через 16 лет таких ячеек общества больше 40%. Доля третьих и последующих рождений выросла с 11 до 19%. К нам все чаще стали приходить женщины, которые рожают третьего и более детей. Вот у нас есть пациентки, которые рожают и седьмых, и восьмых своих ребятишек. Эти пациентки отслеживаются у нас, потому что у нас есть мониторинг по всем районам области. И пациентки, которые должны родить седьмого и восьмого ребенка, они стоят на учете, как в группе высокого диска. Поэтому мы про всех их знаем. И они все в ближайшее время приедут к нам рожать. Врачи говорят, если семья планирует завести трех или более детей, надо, чтобы первый ребенок появился на свет, когда маме не больше 23 лет. Если будущей многодетной маме приходится прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения, то желательно, чтобы первая беременность была не позже 28. Впрочем, сейчас термина «старородящая» в мировой медицине нет. Наталья Цлопина, Антон Мамаев, Новость ОТС.